Стоит ли опасаться повторных толчков в ближайшее время? Алексей, ну пока значительных авторшоков зафиксировано не было. Тем не менее, для наблюдения за дальнейшей сейсмической активностью к эпицентру землетрясения уже выехала группа ученых из Перми и Екатеринбурга. Они развернут на месте дополнительные станции. Это делается для того, чтобы новые толчки, если они будут, не стали сюрпризом для местных жителей. Не сказать, чтобы это именно тряхнуло, а вот так вот в горизонтальной плоскости раз, или я относительно кровати, или кровать относительно меня, значит, сдвинулась. И вот так вот было движение. Так произошедшее описывают очевидцы. Землетрясение началось около трех часов ночи по местному времени, и толчки ощущались в течение пяти минут. Их почувствовали жители десятков населенных пунктов, включая крупные города Первоуральск и Екатеринбург. К счастью, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Не оказалось и пострадавших. Многие уральцы ЧП вообще проспали. Сами-то толчки зафиксированы были в ночное время. Очень многие спали и физически просто не заметили этих толчков. По собранной информации на территории городского округа, жертв, пострадавших, каких-либо разрушений не было зафиксировано. Что же происходит на Урале? Как известно, уральский хребет довольно старый по геологическим меркам. Он начал формироваться около 300 миллионов лет назад. На каком-то этапе эти горы даже оказались самыми высокими на планете, опередив Гималайи. 50-70 миллионов лет назад хребет почти полностью разрушился. Но спустя какое-то время горы вновь стали расти. И сейчас их высота увеличивается в среднем на 8 миллиметров в год. Одновременно с этим северные отроги смещаются на восток. Хребет как бы движется по часовой стрелке со скоростью около 1 метра в столетие. И уже через 50 миллионов лет Урал может вытянуться в широтном направлении. Естественно, все эти процессы и создают напряжение в земной коре. Разрядкой становится землетрясение. Впрочем, если говорить конкретно о сегодняшних толчках, то некоторые специалисты уверены, что их причиной могут быть не только природные процессы. Скорее всего, это было техногенное землетрясение или землетрясение типа кастового явления. В земле образуется полость за счет вымывания каких-то растворимых пород. И потом горная порода обрушивается в эту полость. И возникает, естественно, эффект удара. Урал – это очень древние горы. И там тектоническая активность крайне низкая всегда была. Давайте разберемся. Вот схема, скажем так, классического тектонического землетрясения. Она знакома каждому еще со школьной скамьи. Литосферные плиты, сталкиваясь друг с другом, вызываются трясения земной коры. Эпицентр находится на значительной глубине, и сейсмические волны распространяются на большие расстояния. Но есть и другой вид – техногенные и лекарствовые землетрясения. Друг от друга они отличаются только природой возникновения полости в земле. Породу могут размыть грунтовые воды, либо каверну может создать человек, добывая полезные ископаемые. А мы ведь помним, что Урал – это регион с чрезвычайно развитой горнодобывающей промышленностью. В какой-то момент полость обрушивается, за счет этого и возникает сейсмическая волна. Мощность таких землетрясений значительно меньше, и их последствия ощущаются на сравнительно небольшой территории. Окончательные выводы о причинах ЧП делать предстоит специалистам. Ну а мы отметим, что подобные процессы на Урале случаются не впервые. За последние 200 с лишним лет в регионе отмечалось около 50 землетрясений различной интенсивности. Причем землетрясения более 6 баллов случаются здесь с периодичностью около одного раза за 100 лет. И последнее нечто подобное, как сейчас, случилось как раз около века назад, в августе 1914 года. То есть нынешнее ЧП вполне укладывается в рамки статистики. И вот что еще говорят упрямые цифры. Практически все землетрясения в регионе проходили без авторшоков. То есть все ограничивалось коротким промежутком времени. Так что, Алексей, если верить статистике, которая, как вы знаете, знает все последующих толчков в ближайшее время, можно не опасаться. Спасибо. Наш метеоролог Вадим Заводченков рассказал о причинах землетрясения на Урале.